Участники конкурсного отбора международного благотворительного фестиваля «Белая трость» это ребята из Дагестана, Чечни, Ставрополя, Осетии и, конечно, Ингушетии. Оценивать номера участников будут члены жюри, которые специально прилетели сюда из Москвы. Но перед самым выступлением конкурсантов несколько напустимых слов от идейного вдохновителя этого фестиваля Дианы Гурской. Выходить на сцену – это для нас с вами уже огромнейшая победа. Поэтому вы очень прекрасно знаете музыку. И самое главное – вы любите то, чем вы занимаетесь. Это самое важное, это самое главное. Все остальное, я верю, у вас все получится. Не волнуйтесь и просто радуйте нас. Просто покажите то, что вы умеете делать, а вы это делаете прекрасно. Дорогие педагоги, спасибо вам огромное за то, что вы готовите наших деток. Это нереальный, невероятный труд, я понимаю, но при этом это душа и сердце. Большое спасибо. И, конечно, дорогие родители, родственники, замечательные наши родные, спасибо вам за веру, поскольку я понимаю, что ваша вера – это и есть вдохновение для наших ребят. Народная артистка и член общественной палаты России Диана Гурская приехала в Ингушетию со своим братом Робертом, он же и продюсер фестиваля. Также в составе делегации благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим по зову сердца в регион прибыл хореограф Константин Федоров, директор Центра социальной интеграции Федор Мальков и советник аппарата общественной палаты Федор Ниточкин. Слова приветствия им, участникам и гостям мероприятия от главы региона передал первый заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов. Выражаю слова благодарности прекрасному человеку Диане Гудай-Нигурская, ее коллегам, которые в очередной раз участвуют в проведении замечательного фестиваля «Белая трость». Вы помогаете незрячим и слабовидящим детям познать радость творчества, обрести уверенность в собственных силах. И это бесценно. Для руководства Ингушетии и всех жителей нашей республики это событие торжественное, знаковое и ответственное. Беспрерывное, теплое, искреннее внимание общественности к проблемам и зрячих людей – самый убедительный показатель нравственного здоровья общества. И очень важно во все времена словом и делом их поддерживать, начиная с малых лет и на протяжении всего жизненного пути. Заботясь о потребностях маломобильных групп населения в каждом регионе СКФО, мы вместе делаем два важнейших дела. Первое – это создание возможностей для проявления их способностей и талантов, обретения ими практического опыта и знаний. Второе – эффективное моральное воспитание всех остальных граждан на примере таких акций, фестивалей и форумов. Конкурсный отбор начинается. Открывать фестиваль доверили ребятам из Дагестана. Хадежат Раджабова подготовила стихи о родине Расула Гамзатова. Советский народный поэт Дагестанский АССР, заслуженный деятель культуры, написал свое произведение на аварском языке. На нем же его решила исполнить и шестилетняя Хадежат, хоть сама по национальности Даргинка. Хадежат является воспитанницей Республиканского центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот приехали со своими воспитанниками. У нас дети слепые, слабовидящие. Вот подготовили стихи, песенку. И дети наши очень хотят прочитать на большой сцене. На сцене сегодня выступает и Фатима Мусаева. Она слабовидящая, но это не мешает ей прочесть стихи в свои пять лет так талантливо и проникновенно. В произведении Владимира Тяпина воспевается про единство народностей Дагестана. Только нации перечислить, все стихи не уложить, но они приводят к мысли, вот пример, как надо жить. Выступление участников из Чеченской Республики восхитило зрителей еще больше. Громкие овации в актовом зале Дома культуры говорят сами за себя. Обе участницы, Жарайдат Хайбрахманова и Джулия Дудаева, воспитанницы специальной школы-интернат для слепых и слабовидящих имени Дагаева. Внимание, жюри и зрители. Кавер на известную песню французской поп-дивы. Фестиваль Фестиваль – это прежде всего творчество, а оно, как известно, не знает границ. Они общаются с помощью музыки, делятся мечтами и планами. Невероятно талантливые ребята, которым есть что рассказать публике. Это и Диана Катаева из Северной Осетии, и ансамбль «Добродеи» из Кисловодска. Завершают конкурсный отбор участники принимающей стороны Айна Манкиева с песней «Твори добро» поразила всех присутствующих. Ахава Магушкова доказала детский церебральный паралич – не приговор, а только диагноз. Несмотря на тяжелый недуг, она добилась хороших успехов в творчестве, становилась лауреатом третьей степени конкурса патриотической песни «Красная гвоздика». И вот сейчас воспитанница, выпускница и теперь сотрудница Республиканского центра дистанционного обучения детей с ОВЗ исполняет песню «Звуки пианино». Республиканский центр дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья представляет и Соня Чаниева. Она готовится исполнить гимн. Эмоции переполняют, делится девочка. Если честно, я очень волнуюсь, переживаю, что можно запутаться, вот что-то такое. Ты репетировала? Да, я репетировала вчера, так я с Магаса здесь не жила. Удачи тебе. Спасибо большое. Соня у нас в этом году пошла в первый класс. Несмотря на 11 лет, она нашла в себе силу воли, нашла поддержку со стороны родителей и то, что действительно рядом находится такой центр. Соня с великим удовольствием пришла к нам. И когда впервые увидела, что у нас настолько дополнительное образование развито и поняла, что у нас такой прекрасный хор со своими солистами, Сонечка изъявила желание исполнить вместе с ними наравне, проверить свой талант. Ну вот, одна из наших солистов сегодня является Соня. А так мы приехали, у нас номеров очень много, участников тоже много. Отборочный этап завершился выступлением последнего конкурсанта в списке. Ну а мы напоминаем, прошедший отбор в рамках фестиваля будут выступать на галоконцерте с артистами, певцами, музыкантами и другими российскими и зарубежными деятелями культуры и искусства на больших сценах. Адам Ерешков, Акрамат Дослоев, Новости 24.